Всем привет! Говорит GetFun, а перед вами обзор премиумного линкора четвертого уровня ветки СССР Император Николай I. Как обычно, в самом начале дам краткий итог. Корабль – олицетворение несокрушимой мощи линкоров. На четвертом уровне, пожалуй, нет корабля крепче, но при этом Николай имеет ряд минусов, что может оттолкнуть вас от этого линкора. А теперь поподробней и обо всем по порядку. Живучесть этого корабля поистине уникальна. Несмотря на то, что на уровне японский одноклассник превосходит Колю по боеспособности, эту разницу Николай перечеркивает бронированием, которое по субъективным впечатлениям пробить крайне сложно, даже кораблям выше уровня. Цитадель линкора узенькой полосочкой расположилась чуть выше ватерлинии и скрыта она бронепоясом в 270 мм. Пробить ее с носу или с кормы также проблематично, так как углы в обоих случаях достаточно рикошетные. Также неплохо показывает себя многослойность. В общем, нанести сокрушительный урон сложно, да и выбить вооружение не так просто, так как толщина брони башен 300 мм. За этот неподражаемый плюс Николая наградили целым списком минусов. Первый и, пожалуй, самое важное практически отсутствующее ПВО. Стоит ли говорить, что при таком бронировании корабль проще всего потопить торпедами, а при условии, что сбить самолеты нам просто нечем, считайте, что при желании любой. Худо-бедный умелый авик потопит нас в два счета. В остальном характеристики конкурентоспособны, потому относить их к плюсам или минусам не буду. К примеру, начнем с ГК. Отличное сочетание дальности стрельбы и маскировки. Всегда приятно иметь возможность дать урон на дистанции своего засвета. Не все линкоры, да и крейсера, могут этим похвалиться. Так вот, линкор обладает 12 пушками калибром 305 мм в четырех орудийных башнях. У них вполне приемлемая меткость, нередко приводящая даже к повреждению или уничтожению эсминцев, снующих в области нашего поражения. Минус ЖГК – сравнительно малый калибр, пробить которым одноклассников получается не всегда, а закинуть нас могут даже к шестому уровню. Кстати, бой, который я показываю сейчас на экране, из разряда «Бой внизу списка». Часто сюда не кидает, но иногда такие подарки судьбы могут принести немало опыта и серебра. Но не будем отвлекаться. По поводу скорости разворота башен, думаю, стоит отметить, что она тоже конкурентно способная, если сравнивать ее с одноклассниками. Но имеется один важный нюанс, который неслабо отражается на специфике боя. Три из четырех башен разворачиваются с борта на борт через нос, что во время продавливания нехило помогает вести стрельбу на оба борта, используя ход галсами. А вот при отступлении эта компоновка только мешает, потому как чаще всего проще довернуть или борт, или сделать выстрел только лишь одной кормовой башней. В плане скоростных показателей Николай схож с американцем. Похожие максималки, скорости перекладки рулей и радиус разворота. Это сочетание частично помогает переживать атаки с воздуха от неопытных командиров авиков. Потому можно считать, что этим перекрывается основной минус корабля. А учитывая, что компоновка башен явно настраивает нас на агрессивную игру, сложно пожаловаться на скорость хода. Для такого бронирования она даже очень неплоха. Модификации, которые я бы посоветовал для этого корабля, просты. В первый слот берем модификацию ГК, чтобы увеличить живучесть нашего основного оружия. А во второй слот возьмите систему борьбы за живучесть. С ней и пожары менее страшны, и затопление. Перки я взял такие. Сначала основа борьбы за живучесть, потом мастера-наводчика, следом суперинтендант. Четвертым перком планирую взять усиленную огневую подготовку для повышения эффективности ПМК. Но учитывая, что основная опасность для линкора исходит от торпед, возможно, перед подготовкой возьму бдительность. А теперь, когда с водной частью покончено, перейдем к бою, где и поговорим о тактике игры. В начале этого боя, думаю, вы обратили внимание, как я сначала шел на точку А и раздамажился для начала Кливленда, но потом вдруг почему-то решил отступить. Несмотря на то, что я говорил, что этот линкор предназначен для продавливания. Тут мои действия сочетались с тем, что нужно всегда думать о последствиях, потому как выход 1 на 1 против Кливленда всегда очень опасен, даже для линкоров 5-6 уровней, потому как Кливленд способен прожарить любой линкор до хрустящей корочки. Николай в этом смысле не исключение, потому как от пожаров он тоже может пострадать. Потому после первого засвета и раздачи урона, я отступил обратно к союзным силам в надежде, что я затяну Кливленда под союзный огонь. Но Кливленд тоже оказался непрост, и поэтому этот хитрый прием с ним не прошел. После этого я вернулся назад и тогда уже начал продавливание. Начал продавливание между точкой А и Б, потому как, если вы помните, я говорил, что скорость, конечно, для такой бронированной машины весьма неплоха, но при этом, если вы заранее не пойдете на тот фланг, где ваша помощь будет необходима, вы, возможно, потратите бой впустую, потому как не успеете ни по кому пострелять. Поэтому я шел крайне агрессивно между точкой А и Б, тем более, что понимал, что не будет там никакого такого злобного противника, который повлиял бы на мою боеспособность. Таким ходом я смог раздать дамаг и на точку А, если вы заметили, там крейсеру очень сильно поплохело, так и на точку Б. Амаху я добрал, несмотря на то, что тогда я чуть-чуть не сел на мель. В итоге, теперь вот на данный момент боя, когда я уже, благодаря тому, что я шел очень агрессивно с самого начала, я вот оказался в очень сложной ситуации. Несмотря на то, что я набил кучу дамага, получил три фрага, я сейчас буду выходить один против трех линкоров, которые выше меня уровня. Если их бронебойных снарядов мне не так страшно, то мне, скорее, просто страшно их количество стволов. То есть на три линкора они, в принципе, способны с каждой, если сделать по одному точному залпу, без пробития цитадели, просто чистым уроном разобрать меня подчистую. И понимаю, что с каждой секундой, что я тяну, я все ближе и ближе к ним приближаюсь, за счет чего я могу потом просто подойти на такую дистанцию, откуда мне не уйти. За счет этого я сделал сейчас одну ошибку, но я ее ожидаемо делал и подставил борт, грубо говоря, двум мексикам. Но перед тем моментом, когда я увидел то, что они вот уже взвелись на меня, я изменил угол, за счет чего мне показалось, что я получил гораздо меньше урона, нежели я бы открыл полностью борт. Конечно, после этого я получил крайне неприятную ситуацию, когда я не смог вывернуть даже с моей весьма неплохой циркуляции из этого узкого пролива, после чего я подумал, что все, на этом моя игра закончена. Агрессивное геймплей я, в принципе, частенько вот к такому подвигает, что вы доигрались, грубо говоря, когда у вас просто не будет никакого другого выхода, кроме как просто спокойненько умереть. Но, благо, все оказалось чуть более хорошо, чуть более позитивно, нежели мне казалось в тот момент, потому как ко мне на подмогу подогнал Warspite, которому, кстати, не хватило вот той самой прогнозируемости, которая была у меня, и он до сих пор идет один в три. То есть, понятно, несмотря на то, что Warspite тоже не лыком шит, достаточно тоже бронированный корабль, но выход один в три, он в рандоме обычно карается. Даже очень неопытные игроки при таком превосходстве в жире, в стволах, они могут разобрать любого. Поэтому Warspite, конечно, сделал мне большую услугу, он перебрал на себя фокус, за счет чего я успел скрыться за островом и включить ремку, но понимаете, что Warspite после этого будет жить очень недолго. А я просто теперь понимаю, что, в принципе, агрессивничать мне уже не так-то и нужно. Очки превосходства на нашей стороне, и три линкора, они весьма серьезные противники, поэтому воевать с ними лучше от дефа. Была попытка сейчас пробить Конго-Цитадель, потому как борта у этого линкора, в принципе, прошиваются неплохо. Если бы это был бы Нью-Мексико, скорее всего, я даже не попытался бы ББХами выцелить чего-нибудь, а стрелял бы сразу фугасами, как это было вот в начале происхождения с тремя линкорами. Но Конго, он такой, он манит своими большими бортами в надежде, что я смогу пробить его Цитадель. Хотя Калибр, как я и говорил, не очень большой, поэтому пробить его, ну, практически невозможно. Чуть ближе находится Мексико, сейчас будет сделан залп по нему, и после этого, в общем-то, я приду окончательно к мысли о том, что перестреливаться на дальней дистанции с этими исполинами мне несподручно, потому как я наношу копеечный урон, а мне, несмотря на все мое бронирование, наносит урон гораздо более существенный. Да и тем более, боеспособности у меня не так много, чтобы торговать остатками. Поэтому сейчас я уже скроюсь за Большой остров, подожду подвалившую кавалерию, и буду уже действовать со второго ряда и воевать именно так. Но в дальнейшем уже таких интересных и красивых моментов не будет. Теперь постепенно превосходство докапает до нашей победы, и все подойдет к итогу, а именно к нашей победе. Потому сейчас дам вот последнюю парочку советов, которые, возможно, помогут вам при игре на этом линкоре. Изначально всегда планируйте свой курс на то, чтобы продавить тот или иной фланг. Не бойтесь, особенно когда вы попали в топ, не бойтесь действовать агрессивно. Пробить этот линкор способны далеко не все. А если вы умеете более-менее, хотя бы немного грамотно пользоваться своей бронейки, то урон вы переживете колоссальный, прежде чем вас отправить на дно. Единственное, конечно, стоит опасаться авианосцев, поэтому если вы видите, что с самого начала боя на вас авики нацелились, то прекращайте действовать агрессивно и соединяйтесь с ордером. Если такого не происходит, то можете действовать, как я говорил раньше, более агрессивно и идти на рискованные поступки. На этом все. Думаю, исходя из показанного, вы сможете оценить, понравится ли вам такой геймплей или нет. Как по мне, он оказался весьма интересным. И периодически мне даже казалось, что Николай немного имбоват. Потому, если его стоимость в магазине неожиданно поднимут, я не удивлюсь. Изюминка корабля очень вкусная. Такое бронирование дает прочувствовать, насколько легко некоторые корабли переживают фокус длительное время. Но при этом не стоит обольщаться. Николая, как и любой другой корабль, потопить все же можно. Для большей комфортности игры берите в отряд крейсера с хорошим ПВО и направляйтесь в рандом для нагибов. Вот и все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, моя работа пригодится вам. Пока-пока. Не болейте. Не скучайте 7 футов под хилем. Услышимся уже очень скоро в новых видео на моем канале. Если тебе понравилось видео, поставь лайк в знак поддержки. Подпишись на канал и смотри мои гайды и стримы по игре. Кроме того, в моей группе ВКонтакте есть много всякого интересного. Потому подписка также будет полезной. С учетом того, что я, выпуская контент практически каждый день, заскучать не получится.